В Звездном городке торжественно проводили на Байконур экипаж космического корабля «Союз МС-1». Российского космонавта Анатолия Иванишина, астронавта НАСА Кэтлин Рубенс и японца Такуя Аниси провожали не только родные, но и знаменитые космонавты. Вообще, на самом деле, это начало пути. Сейчас немножечко, ну, правила становятся более мягкими. Раньше, уже уезжая отсюда, это была последняя возможность сказать до свидания своим родственникам, своим родным, близким, друзьям. Отъезд отсюда — это начало, на самом деле, программы полета. В космос экипаж отправится на первом корабле новой серии «МС». Испытания этого «Союза» будут продолжаться и во время полета. Поэтому для безопасности изменена и схема стыковки. Мы летим по так называемой длинной двухсуточной схеме. Последнее время, в течение нескольких лет, больше практиковалась короткая шестичасовая схема сближения и стыковки. Но короткая схема, она в случае некоторых нештатных ситуаций предполагает переход на длинную двухсуточную схему. Двусуточная схема является базовой. Наибольшее количество пусков было сделано именно по этой схеме. Она считается более надежной. Поэтому в силу того, что корабль новый и полет испытательный, было принято решение о том, что наша стыковка будет выполняться по двухсуточной схеме. Анатолий отправляется в космос во второй раз. А Кэтлин и Такуя впервые. Задача, по которой мы летим туда, это выполнять научные эксперименты. Мы участвуем и в национальных, и в совместных программах. И, видимо, это особенно важно сейчас, иметь совместные международные эксперименты, которые мы проводим в космосе. Например, я буду участвовать в эксперименте Fluid Shift, который изучает смещение жидкости в организме и воздействие на организм, которое было зафиксировано ранее. Теперь ученые пытаются с цифрами, с более точными инструментальными измерениями понять, что же происходит и как можно это корректировать. Результаты, которые будут получены в этом эксперименте, они помогут в том числе и помочь тем людям, которые испытывают некоторые заболевания, связанные с повышенным давлением в головном мозге здесь, на Земле. Я очень интересен в целлюлярной и молекулярной биологии. Мы будем растет наклейки из сердца, а также из ткани кости. Я думаю, будет очень интересен в невосомости и в космосе. Буквально через несколько часов два самолета Центра подготовки космонавтов с основным и дублирующим экипажами приземлились на Байконуре. Впереди две недели перед стартом. Финальные тренировки, традиционные мероприятия на Байконуре и разлука с родными. Мне казалось, что второй раз будет значительно легче, чем первый, потому что ты уже знаком со всеми процедурами и знаком с этими чувствами, когда ты провожаешь мужа. Ну, конечно, немножко волнуюсь. Наверное, это смешные чувства и радости, и грусти. И то одно над тобой имеет большее влияние, то другое. То я рада за него, что у него свершается очередная его мечта, то мне становится грустно от нашей предстоящей разлуки. Старт космического корабля «Союз МС-1» планируется 7 июля с первой площадки космодрома Байконур. Субтитры создавал DimaTorzok